Синхротрон и коллайдер. Это такой гигантский микроскоп. Простым таким языком. Что-то пыхнуло, и я так тихонечко на цыпочках ушел. Окрашиваем фотоны в разные цвета. Что ж ты наделал, зараза? Мне кажется, что вот сейчас наступает самое такое важное время. Необходимо записывать 50 миллионов кадров в секунду. В секунду? Да. И мы это делаем. Одним из главных символов российской науки в ближайшее время станет первый в мире синхротрон поколения 4+, который принято называть СКИФ. Построенный синхротрон позволит решать задачи Нобелевского уровня в различных областях – физике, химии, материаловедении и даже в искусстве. Это центр коллективного пользования, где будут работать более 10 тысяч специалистов из разных стран мира. И сегодня у нас в гостях профессор, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерной физики имени Буткера Сибирского отделения Российской академии наук, победитель девятого конкурса программы «Мегагрантов», лаборатория которого будет создана в Томском государственном университете, Шехтман Лев Исаевич. Здравствуйте, Лев Исаевич. Добрый день. Лев Шехтман – главный научный сотрудник Института ядерной физики имени Буткера Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Новосибирского государственного университета, руководитель лаборатории детекторов синхротронного излучения, созданный в Томском государственном университете по программе «Мегагрантов». Лев Исаевич, вы имеете отношение к этому амбициозному крупному проекту строительства Скифа. И сначала мы поговорим как раз о синхротроне. А учитывая, что мы демонстрируем наш фильм для широкого круга, который, может быть, и не знает, что это такое, который не знает, что такое источник фотонов, расскажите нам простым таким языком, что все-таки это такое. Ирина Короткова, генеральный директор компании «Инконсалт-К», оператора программы «Мегагрантов» и программы «Кооперации науки и промышленности». Ну, я думаю, все знают, что такое микроскоп. Я покупал дочке еще до поступления в школу такой приборчик. Сам в свое время в детстве очень увлекался, рассматривая всяких мух, комаров, промокашку вблизи под микроскопом. Так вот, источник синхротронного излучения – это такой гигантский микроскоп, который позволит рассматривать не просто какие-то маленькие кусочки материала, а он позволит рассматривать и воссоздавать, воспроизводить структуру отдельных молекул, структуру того, как молекулы расположены в материале. Кроме того, благодаря уникальной временной структуре вспышек, которые излучает такой гигантский прибор, можно будет делать кино, которое позволит смотреть, что происходит с материалом на таком микроскопическом или даже на наноскопическом уровне, то есть на уровне десятков сотен нанометров. Для этого нужно построить гигантское кольцо, из которого будут устроены несколько десятков каналов, выводов интенсивных пучков рентгеновского излучения. И дальше с помощью этого рентгеновского излучения мы сможем изучать материалы, мы сможем изучать всякие биологические объекты, лекарственные препараты, смотреть, что происходит в процессе жизнедеятельности или разрушения, или наоборот, создания новых материалов, химические реакции и так далее. То есть там спектр задач гигантский совершенно. А вот мы часто слышим два термина – синхротрон и коллайдер. Чем они отличаются друг от друга? Ну, коллайдер – это кольцо, в котором сталкиваются частицы элементарные. Это либо электроны с позитронами, либо протоны с протонами, либо протоны с антипротонами. В Дубне строится коллайдер, в котором будут сталкиваться ионы разного сорта. Но в любом случае это тоже синхротрон. То есть это кольцо, в котором частицы разгоняются таким образом, что электрическое поле, которое их разгоняет, оно идет синхронно с частицами, синхротрон. И такое же кольцо делается для генерации синхротронного излучения. Дело в том, что заряженные частицы, которые мы ускоряем в кольце, когда они движутся с ускорением, изгибая свою траекторию, это получается ускорение, если вы помните из курса школьной физики, механики, когда мы двигаем шарик на веревочке, он движется по кругу, значит, это ускорение, тем не менее. Только сила действует перпендикулярно движению шарика. Так вот, когда заряженная частица движется с ускорением, она излучает фотоны. Для коллайдера это вредный эффект, потому что частица при этом теряет энергию, и надо ее все время ускорять, надо энергию передавать. А для синхротрона, источника синхротронного излучения, это наоборот полезный эффект. Мы делаем источник, очень мощный источник фотонов, то есть большие потоки фотонов с энергиями в очень широком диапазоне. Если хотим, мы можем получить видимый свет, можем получить ультрафиолет, можем получить рентгеновское излучение или даже рентгеновское излучение высоких энергий выше 100 килоэлектрон вольт. Много существует синхротронов в различных странах, чего не скажешь о России, где в последнее время не строились синхротроны. Но в мире они в основном второго и третьего поколения, и только, по-моему, в Швеции есть один четвертого поколения и строится в Бразилии. Мы сейчас строим скиф сразу поколение 4+, перепрыгнув, в общем-то, несколько поколений. А чем отличается 4+, от 4 и от третьего поколения? Ну, это уже достаточно устоявшаяся классификация. Если мы возьмем просто кольцо, в котором ускоряются заряженные частицы, изначально они строились для того, чтобы сделать коллайдер, для изучения фундаментальной физики, то можно использовать синхротронное излучение, которое является, так сказать, вредным эффектом, как я сказал, сделать канал вывода, и это будет источник первого поколения. То есть источник, который не приспособлен для генерации синхротронного излучения, и это такой боковой эффект. Вот в Институте ядерной физики есть два коллайдера и еще один накопитель. Они являются источниками первого поколения, которые уже 50 лет работают и используются для многими группами, там более, около 100 групп из разных институтов России. Их используют как источники СИ. Второе поколение, это когда уже есть специальные, так называемые, вставные устройства. То есть устройства для генерации более интенсивных пучков. Что происходит? У вас электроны разгоняются в кольце, а дальше в кольцо вставляется такая змейка, где электроны движутся вот по такой траектории, и на каждом таком изгибчике они генерируют фотоны. Эти фотоны летят синхронно в одну сторону, получается более интенсивный пучок. Это называется виглер. Есть еще устройства-ондуляторы, которые еще более интенсивные пучки генерируют. Если мы делаем такие устройства в кольце, изначально не очень приспособленные для генерации, то это второе поколение. Третье поколение, когда уже предпринимаются некие меры для того, чтобы еще лучше приспособить кольцо для генерации синхротронного излучения, для этого пучки электронов, которые используются для генерации С, сжимаются, делаются маленькими. Это называется малый имитанс. Пучок делается таким, что разброс по углу электронов в нем и размер поперечных пучка маленький, тогда источник излучения маленький. То есть это как бы астрофокусная рентгеновская трубка. Я думаю, что специалисты-рентгенологи меня очень хорошо поймут. У вас источник излучения маленький, значит, если вы делаете проекционную картинку, она у вас четкая получится. Края не будут размазываться. Ну и для всяких других исследований, вот типа как при использовании источника, источника как микроскопа большого, это так называемые дифракционные исследования, когда структуру материалов изучают, это тоже очень важно. Размер пучка, имитанс очень важен. Поколение 3, это имитанс, ну, где-то десятки нанометров, такого примерно плана. Сейчас уже известно, как сделать пучки меньше. И вот поколение 4, это когда пучки уменьшаются до размеров единиц нанометров. Для этого делают специальные магнитные устройства, специальную структуру кольца, и уменьшают еще больше пучки, ну, вот до единиц нанометров. А 4 плюс, это меньше нанометра. В скифе размер пучка будет, имитанс будет, если мне не изменяет память, 70 или 90 пикаметров. Это дает определенные, очень большие преимущества при проведении дифракционных исследований. То есть, имитанс и яркость, это два таких очень важных основных параметра. Яркость, фактически, она связана с имитансом, потому что яркость, это поток фотонов, который генерирует источник, на единицу площади источника, то есть, на размер пучка, фактически. То есть, если у вас очень маленький размер пучка, то и яркость будет гораздо выше. Яркости способствует оптика, да? Ну да, конечно. Оптика. Если говорить про оптику, то у нас достаточно не потеряна квалификация, и мы на достаточно достойном уровне находимся сейчас с точки зрения развития оптики. Так говорят специалисты оптики. В частности, мы недавно беседовали с профессором Снегиревым, и так он рассказывал. Что касается детекторов, которыми мы занимаемся, какой уровень развития у нас, у России, вот этой области физики? Ну, следует сразу сказать, что детекторные технологии мы развиваем очень давно. Фактически, с начала создания синхротронных источников, а в Новосибирске первый синхротрон, который был использован как источник Си, был создан в начале 70-х годов, это фактически одно из первых мест в мире, где был создан такой источник. У нас уже тогда были люди, которые создавали детекторы для регистрации синхротронного излучения, и эта группа в Институте ядерной физики, она существовала с начала 70-х годов, и существует и сейчас. Люди поменялись, кто-то ушел, кто-то пришел, но группа существует, и мы делаем новые детекторы. Проблема не в том, что у нас нет идей, как сделать новые детекторы. Проблема в системном недофинансировании, которое было много лет, и фактически из-за этого мы технологически отстали. То есть мы не могли содержать эти группы, или не было оборудования? Не было возможности заказывать материалы, делать новые структуры, не было возможности заказывать электронику. Для детекторов современного типа нужно разрабатывать специализированные интегральные схемы, в которых сконцентрирована фактически электроника регистрации, необходима для того, чтобы быстро зафиксировать изображение, переписать его, оцифровать, ну и так далее. И все это надо сделать быстро, чтобы кино получить гораздо быстрее, чем вот то, что нас сейчас записывает. Ну, достаточно сказать, что сейчас наша группа занимается экспериментами по регистрации быстропротекающих процессов, и там необходимо записывать не 100 кадров в секунду, как делается в современных HD-камерах, а 50 миллионов кадров в секунду. И мы это делаем. Ну, правда, кадры однокоординатные, это такие полоски, линейки. Вот. Ну, требуется определенное время для того, чтобы сделать новые разработки, и, что самое главное, нужно, чтобы были заводы, которые способны произвести эти микросхемы за какую-то приемлемую цену. До сих пор, до 2022 года, мы отдавали такие заказы на фирму на Тайване, которая называется TSMC, которая фактически производит 80 или 90 процентов полупроводниковых чипов в мире. Сейчас, к сожалению, эта фирма отказалась работать с Россией. Так совпало, что как раз в этом году мы должны начать делать детекторы для скифа. И мы вот находимся в ситуации, что нам надо начать, наконец, работать с российским заводом. У нас в России есть такой завод, и мы сейчас начинаем с ним работать. Это завод «Микрон» в Зеленограде. Я надеюсь, что в ближайшие годы будет хорошее финансирование. Хорошим признаком этого является то, что нам дали «Мегагрант» с Томской командой. Томская команда – это совершенно уникальная лаборатория. Там существует центр современных микроэлектронных технологий, на базе которого будет создана детекторная наша лаборатория. То есть именно поэтому вы выбрали Томск? Да, конечно. Скорее, они выбрали меня. И спасибо им большое за это. Я надеюсь, что это будет такой хороший синтез. Это уникальное место, где они смогли в течение нулевых и десятых годов создать группу, в которой была развита технология создания сенсоров. Сенсоры – это чувствительный элемент детектора. То есть тот элемент, в котором фотоны, которые пролетели через объект, который как-то меняется и который надо изучить, регистрируются. Они развили технологию тяжелого полупроводника Арсенида Галлия. Он тяжелый, это значит, что эффективность регистрации фотонов от низких до высоких энергий высокая. Она почти 100%. В отличие от кремния, который легкий материал, он хорошо регистрирует только фотоны низких энергий, до примерно 20-30 килоэлектрон вольт. Так вот, у нас нет другого такого места в стране, где такие сенсоры бы создавали. Поэтому очень хорошо, что Томск рядом с Новосибирском, всего три часа езды на машине. А вы знали об этой лаборатории? Да, я, конечно, знал, потому что я очень хорошо знаком с руководителем этого центра, Олегом Петровичем Толбановым, мы с ним знакомы уже лет 40. Я знал про них. И фактически мы начали взаимодействовать уже до того, как было принято решение про СКИФ. Технология была развита ими до таких уже хороших результатов практически в последние годы. Поэтому это совпало с началом работ про СКИФ. Преимущество именно вашей лаборатории по программе Мегагранта в том, что вам не нужно с нуля создавать лабораторию, но вам нужно в существующую лабораторию вписаться самому и вписать, собственно говоря, ту тему, ту тематику, которую вы это разрабатываете. То есть это будет некий, я думаю, синергетический эффект от слияния нашего опыта создания детекторов для регистрации синхротронного излучения, которые есть в ИАФе, и опыта создания сенсоров, которые подойдут для современных детекторов, детекторов очень продвинутых, современного типа, для источников СИИ. И все-таки вот как сформулировать ту цель, которая у вас по программе Мегагрантов на ближайшие три года? Что вы планируете? Цель очень конкретная. Мы планируем создать технологию детекторов для дифракционных экспериментов на СКИФе. Это конкретный тип детекторов, они называются матричные гибридные детекторы, они позволят фактически произвести импортозамещение, я бы это назвал так. То есть заместить те детекторы, которые группы сейчас, которые строят станции первой очереди, собирались покупать в Швейцарии. Мы попытаемся создать детектор с лучшими характеристиками, но пока его еще нет, но мы будем над этим работать в ближайшие годы. Ну, конечно, у вас проблема еще заключается в том, что вы завязаны на микроэлектронике, а микроэлектроника мы все время покупали. Совершенно верно. И несмотря на то, что эта программа, ну, как таковая, мы уже давно говорим о том, что должна быть там российская микроэлектроника, но, к сожалению, она есть немного в Меландре, немного на микроне, немного еще где-то для себя, но такое, чтобы обеспечить полностью все производство, и все потребности у нас такого нет. Ну, это было обусловлено прежде всего вопросом цены. К сожалению, мы пытались взаимодействовать с микроном раньше, но оказалось, как это ни парадоксально, что цена, вот, то, что называется, сабмещен, то есть, когда мы отдаем проект микросхемы на фирму, и она начинает работать, цена производства, она где-то раза в два выше, чем вот на ТСМС. Не знаю, почему. Наверное, это логично, потому что зарубежные, это уже поток, это уже серия, а здесь все-таки, да. Ну, видимо, там очень мощное производство, существенно, видимо, больше по размерам, поэтому там дешево. Вот, прежде чем продолжить поговорить про Мегагранд, мы вот с вами не проговорили такой вопрос, опять же, для всех, а все-таки детекторы в синхротроне. Что они делают? Какую роль они играют? Ну, понятно, что мы должны, как и в микроскопе, с помощью какого-то прибора регистрировать картинку. Ну, в микроскопе мы смотрим глазом. Вот, к сожалению, на рентгенское излучение глазом мы не можем смотреть, глаз его не видит. Вот. Кроме того, там надо довольно, как я уже сказал, быстрое кино регистрировать, до нескольких десятков миллионов кадров в секунду, и поэтому приборы должны быть очень специфические. Ну, вот детектор. Фактически для любой станции нужно несколько разных детекторов, разной конфигурации, потому что задачи чуть-чуть разные. Я описывал грубо очень классы детекторов вот в своем выступлении на прошедшем форуме. Нужны детекторы вот эти гибридные и матричные, чтобы регистрировать большую картинку с каким-то приемлемым пространственным разрешением, типа 50, 100, 200 микрон, и с кино там тысячи кадров в секунду, например. Наверное, больше вряд ли получится. Можно еще регистрировать, раскидывать, сортировать фотоны по энергии, например. Мы это собираемся делать сейчас. Мы делаем вот микросхема, которую мы сейчас разрабатываем, прототип у нас уже есть, она раскидывает по четырем диапазонам энергии. То есть это как бы окрашиваем фотоны в разные цвета. И смотрим, отдельно регистрируем картинку на высоких энергиях, отдельно на нижних. То есть отдельно для красных фотонов, отдельно для зеленых. Это, в принципе, может дать полезный эффект. Дальше нужны детекторы с очень маленьким размером элемента регистрации пикселя для того, чтобы делать микроскопию рентгеновскую. Например, вот сегодня речь шла про всякие объекты культуры, искусства, археологии. Там надо рассматривать какие-то детали, не разрушая объект, рассматривать детали микрон или даже меньше. Для этого нужны совсем другие детекторы с размером пикселя от одного микрона, со специальной рентгеновской оптикой, которая, как в микроскопе, позволит увеличить изображение. Нужны детекторы для изучения быстропротекающих процессов. Всякие детонационные, ударно-волновые процессы, когда мы разрушаем материал и смотрим, что с ним происходит. Это очень важно для материаловедения. Там нужны детекторы с возможностью записывать кино, 50 миллионов кадров в секунду. Такие детекторы мы умеем делать. Но для того, чтобы их масштабировать для скифа, сделать их больше, перейти на полупроводниковые материалы, потому что там поток фотонов будет выше, нужно делать новую электронику. Там тоже у нас есть прототип микросхемы. И мы сейчас занимаемся тем, что переводим схему эту на стандарты микрона, со стандарта в тайваньской фабрике на стандарты микрона. Там еще проблема в том, что языки разные, грубо говоря, библиотеки разные. Там надо большую работу проделать, все такую, чисто техническую. Тайваньское производство. А в Китае производят? По-видимому, да. Но, к сожалению, мы ничего не знаем. Я знаю, что существует возможность выйти на фабрики в Малайзии или в Индонезии. Коллеги в городе у нас есть фирма, которая занимается разработкой микросхемы. Они нам говорили, что у них есть контакты. В принципе, наверное, мы можем попытаться. Но, наверное, имеет смысл все-таки дальше уже ориентироваться только на российскую фабрику, чтобы не возникало вот таких ситуаций. Потому что вот сейчас у нас будет очень большая задержка. Где-то на год, я так предполагаю, из-за этого. А лаборатория, которая в Томском университете, какая она, вот я имею в виду, по составу, по коллективу? Ну, там где-то человек 30. Молодежь есть? Да, там есть молодежь, довольно много молодежи. Мне там очень понравилось, надо сказать. У них очень хорошее оборудование. Фактически техпроцесс у них налажен, производство сенсоров. Ну вот, мы должны с ними наладить процессы сборки, технологии сборки. Мы должны сделать электронику. Мы должны, значит, найти людей, которые будут писать разного рода программы. Это и прошивки для, ну, как мы говорим, для железа. Это и внешняя программа, пользовательский интерфейс. Все вот эти вещи надо будет организовать. Трудно с вами обсуждать вопрос, как вы оцениваете программы мегагрантов, какие в ней плюсы или минусы, потому что вы в этом году только начинаете, и, наверное, еще даже, вот уже как руководитель лаборатории, наверное, еще и не были там, в Томске. Ну, в этом качестве еще не было. Мы пока общаемся дистанционно. Тем не менее, я думаю, что мы когда-то через год-два мы продолжим этот разговор и поговорим на эту тему. К какому выводу я пришла? Что вы удивительной скромности человек, имея индекс Хирши почти под сотню, уже скоро будет, а вас практически ничего неизвестно. Вы давали только несколько интервью, таких вот именно чисто вот специфических рабочих материалов, поэтому очень хочется узнать о вас. Как вы выбрали профессию? Где вы учились? Может быть, кто повлиял на выбор профессии? Кто были ваши учителя? Ну, у меня был очень хороший учитель в школе, Виктор Эдуардович Матизен. Ну, он вообще-то человек довольно известный. Он был председателем гильдии кинокритиков России некоторое время назад. Физик? Нет, он математик. А, математик. Уникальный совершенно человек. Он закончил Новосибирский госуниверситет, Мехмат, и пошел учителем в школу. Это было, дай бог памяти, где-то в 72-м году, мне кажется. А может быть, в 71-м. Кажется, мы были в 6-м классе, да. Ну, так вот, он дал как бы первый толчок. По-настоящему это были традиции семьи. У нас как-то папа был инженер-физик, он работал в Яфе, его Буткер в свое время пригласил. Оба брата, нас трое братьев, оба брата учились на физфаке в Новосибирском госуниверситете, и оба учились по специализации физикоэлементарных частиц. Ну, я тоже пошел на физику, тоже в Новосибирский университет, но, правда, по специализации радиофизика. Но все равно как-то вот судьба так устроена, что меня в конце концов вывело опять на физику элементарных частиц. То есть, все-таки 50% моей работы – это детекторы для физики элементарных частиц. И вот этот индекс Хирша – это довольно искусственная вещь, надо сказать. Он мало отражает реальность. Он связан в основном с тем, что я член коллаборации на Большом Адронном коллайдере, коллаборации LHCB. Это один из детекторов, не самый большой, но, с моей точки зрения, он самый эффективный. То есть, он очень много фундаментальной новой физики обнаружил уже к настоящему моменту. И поскольку коллаборация – это несколько тысяч человек, и молодежь постоянно там пишет статьи, и вся коллаборация подписывается под этими статьями, и участвует в списке авторов, поэтому вот там 100 статей в год выходит в хороших журналах «Вот вам и индекс Хирша». Хотя я внес вклад только на начальном этапе, в нулевые годы, когда создавался этот детектор. Но принципы там такие, что раз ты внес вклад, значит, ты участник. Закончили университет, а дальше? А дальше я, ну еще в университете, я пошел в УИАФ и работал, по-моему, с 78-го года я сначала на практике, на преддипломной практике, затем как стажер, потом младший научный сотрудник, ну и так далее. То есть я уже больше 40 лет работаю в институте ядерной физики. В 90-е годы очень многие ученые уезжали, уехали, вернулись, ну потому что действительно тяжелое было время. У вас не возникало такого вопроса? Да, время было тяжелое. Я как раз тогда, так получилось, что я как раз тогда очень много работал в ЦЕРНе. Тогда как раз создавался большой адронный коллайдер, и создавались концепции детекторов для него. Мне повезло, я работал в группе Нобелевского лауреата Джорджа Шерпака, создателя одного из очень известных типов детекторов, многопроволочной пропорциональной камеры. Он получил Нобелевскую премию в 90-х годах, я не помню точно в каком году. Он как раз тогда уходил на пенсию, после него руководил группой его ученик Фабио Саули. Вот я с Саули работал довольно долго, начал туда ездить с 90-го года, и фактически до середины 2000-х годов я туда ездил, работал с ними. Мы изучали новые детекторы, какие-то новые идеи для больших систем, для физики элементарных частиц. И на этой базе в последние 10-15 лет я и моя группа, мы делаем детекторы для экспериментов в нашем институте. А вы помните свою первую задачу? Первую задачу, да, помню. Когда я пришел в институт, значит, мой руководитель тогда, Семен Ефимович Бару, сказал мне, что вот тебе осциллограф, научись с ним работать. Понятно. Я там нажимал на кнопки, изучал, все такое осциллограф. А свой первый научный провал и первый научный успех? О, научный провал. Я помню, что когда я уходил на зимние каникулы, там, на четвертом или на пятом курсе, я, значит, работал с электроникой для одного из детекторов для регистрации синхротронного излучения. Тогда мы делали газовый детектор двухкоординатный. И я занимался, значит, вот этим детектором, изучал его характеристики, воткнул какой-то блок в стойку, не выключив ее. Что-то пыхнуло, и я так тихонечко на цыпочках ушел. И на каникулы. А потом, когда я пришел с каникул, значит, народ такой, мне сказал, ну что ж ты наделал, зараза? Мы потом две недели разбирались, что там сгорело. Ведь и не тронули вас. Ну так, по-доброму. Да, было такое дело, да. Это был конец 70-х годов. Чем вы больше всего гордитесь вашей научной работе? Трудно мне сказать. Ну вот, мне кажется, что вот сейчас наступает самое такое важное время. Через там неделю-две мы должны заключить контракт с Институтом гидродинамики на создание пяти детекторов для первой экспериментальной станции на Скифе, станции быстропротекающей процесса. Вот я горжусь, что именно нашей группе будет это поручено. Я понимаю, что вы все время движетесь вперед. То, что вы уже достигли, да, вы уже достигли. Это уже не очень интересно. А вы гордитесь тем, что вот дальше, следующая ступенька и следующая ступенька. Мне кажется, что вот это будет важный очень этап, да. Мы встречаемся с вами на молодежном форуме. И сюда, в Новосибирск, приехали более 350 студентов и аспирантов абсолютно из разных городов России. И вы сегодня видели, что интерес, в общем-то, ко всем темам у представителей разных областей наук. Сегодня про синхротрон задавали вопросы гуманитарии, социологи. Это на самом деле очень приятно. Вот какой вы видите сегодняшнюю молодежь? У меня несколько особый взгляд, потому что я, как правило, контачу с очень талантливыми студентами. То есть к нам на кафедру в университете, на кафедру физико-элементарных частиц как бы приходят самые сливки. Студенты понимают, что это очень сложная кафедра, там трудно учиться. Поэтому туда приходят именно люди, которые хотят заниматься наукой, хотят заниматься чем-то новым. Вот я знаю такую молодежь, она мне очень нравится. Мне очень нравится то, что всегда есть студенты, которые хотят работать, несмотря на все обстоятельства. Ну, правда, часто бывает так, что жизнь она берет свое, и человеку нужно просто зарабатывать деньги, он вынужден уходить куда-то. Но я с пониманием к этому отношусь. Приходится брать следующих студентов. Но, тем не менее, они очень талантливые, молодежь очень хорошая. Хочется, с одной стороны, спросить у вас, а что сделать, чтобы она не уходила? Вы ответили частично на этот вопрос, сказав, что создав им просто социальные условия, материальные блага. Но, с другой стороны, для истинного ученого, ведь, наверное, ни деньги, ни материальные блага на первом месте стоят. Конечно. На первом месте стоят условия работы. Надо, чтобы была задача, инфраструктура хорошая, приборы. Задача такая, которая могла бы быть решена в условиях той инфраструктуры, которая должна быть создана. Должны быть возможности отдавать заказы на электронику, покупать новую электронику, компьютеры. Ну, в общем, все, что нужно для работы. Ну, я бы сказал, что ситуация начала меняться. Вот, два-три года назад она реально стала меняться. У нас появились деньги на обновление приборной базы, там какие-то гранты начали появляться интересные. Вот мегагрант появился. До этого было, конечно, сложнее. Но, тем не менее, молодежь всегда приходила, как это ни странно. Я думаю, что просто в популяции молодых людей всегда есть какой-то процент талантов, которым, в общем-то, почти не важно, в каких условиях. Важно, чтобы была какая-то новая идея, новая работа интересная, и они будут это делать. На самом деле, в этом году были проведены социологические исследования, и впервые за последние несколько десятков лет родители, 80% опрошенных, ответили, что они хотели бы, чтобы их дети пошли в науку. И это, на самом деле, ну, как-то обнадеживает и вселяет такой вот оптимизм. Я желаю вам, чтобы все-таки у вас в лаборатории было больше молодежи студентов, которые вот пришли, остались, и которые потом бы, спустя какое-то время, получили микогранты и говорили, чем они гордятся, и получали Нобелевские премии. Спасибо вам большое. Спасибо вам.